Российские дипломаты работают с гражданами нашей страны в Израиле и Палестине для формирования списков желающих эвакуироваться. Детальной информации по россиянам-заложникам Хамас нет. Москва поддерживает контакты и с Израилем, и с Палестиной, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В настоящий момент наше представительство в регионе продолжает работать с проживающими гражданами России, с тем, чтобы выяснить тех, кто желает эвакуироваться. И, как вы знаете, там действительно много, там может быть даже больше тысячи наших сограждан, тех, кто имеет российское гражданство, и жизнь кого потенциально находится под угрозой. И эта угроза кратно возрастет после того, как Сахал начнет наземную операцию. Далеко не все из них хотят быть эвакуированными. Далеко не все из них выходят на связь с нашими загранучреждениями. И в данном случае, конечно, наши дипломаты проявляют максимум, возможным максимум усилий для того, чтобы эти контакты наладить. Готовность для этого есть. Об этом говорил Путин в Китае. Возможность есть. Работа ведется. Будем действовать по ситуации. Вы видите, ситуация меняется пока, к сожалению, не в лучшую сторону и весьма динамичная. Также Дмитрий Песков рассказал подробности ночной поездки Владимира Путина в штаб вооруженных сил России в Ростове-на-Дону. Это была достаточно оперативно согласованная поездка. Заранее она не планировалась. С другой стороны, они проходят тоже достаточно регулярно, эти поездки. И президент достаточно регулярно, прямо на месте, получает доклады наших военных. Напомню, Владимир Путин, возвращаясь из Перми, посетил штаб вооруженных сил России в Ростове-на-Дону и выслушал доклад начальника генштаба Валерия Герасимова о ходе спецоперации. Урсула фон дер Ляйен рассказала о расходах Евросоюза на помощь Украине. С начала российской спецоперации ЕС выделил Киеву около 90 миллиардов долларов помощи. 27 из них ушли на поставки оружия, сообщила президент Еврокомиссии, выступая в Гудзоновском институте в Вашингтоне. Кроме того, Урсула фон дер Ляйен пообещала Украине 50 миллиардов долларов инвестиций. При этом европейские дипломаты в частных беседах жалуются, что фон дер Ляйен часто выходит за рамки своих должностных обязанностей. Как пишет политика, негативную реакцию со стороны европейских политиков вызвал недавний незапланированный визит фон дер Ляйен в Израиль. К эфиру присоединяется наш корреспондент в Брюсселе Регина Севастьянова. Регина, здравствуйте. Здравствуйте. Сообщается, что и главный дипломат ЕС Жозеп Боррель выступил с публичным упреком в адрес Урсулы фон дер Ляйен. С чем связана критика? Действительно, как, по крайней мере, пишет издание политиков, большой достаточно статье, посвященной этой проблематике, главный дипломат Евросоюза, выступая в Пекине во время своего визита в КНР, сделал прямо-таки редкую нападку на своего руководителя, то есть на председателя Еврокомиссии, заявив, что все вопросы международной политики являются в его ведении, а если быть конкретней, то в ведении Евросовета, который составляет главы НИД стран Евросоюза, и в котором он председательствует, ну, естественно, Евросовет на уровне главправителей стран ЕС. Такое заявление со стороны Жозепа Борреля достаточно, еще раз подчеркну, редкое, потому что обычно все-таки он выступает в одну линию со своим боссом, однако в данной ситуации он высказывался по поводу визита Урсула Фандерляйна в Израиль, который был неанонсированным и явился достаточно большим сюрпризом для многих столиц Евросоюза, и, судя по всему, для тех, кто работает в официальном Брюсселе тоже. Не называя некоторых дипломатов политику, говорит о том, что такое поведение председателя Еврокомиссии достаточно давно уже является причиной негодования многих в Брюсселе непосредственно и в национальных столицах, но и открыто об этом тоже говорят. Например, в социальной сети X, которая раньше была известна как Твиттер, европейский законотворец и один из представителей французского дипломатического корпуса здесь в Брюсселе, Натали Лосо, как раз-таки и откомментировала поездку Урсула Фандерляйна в Израиль словами о том, что она не понимает, почему президент этой организации вмешивается в международную политику со стороны Евросоюза, при том, что это не входит в ее мандат. Журналисты здесь в Брюсселе попросили поездку прокомментировать ее официального представителя Урсула Фандерляйна, Эрика Мамера, который сказал, что почему-то никто не критиковал его ВОСа за поездки на Украину, например. Непонятно, почему сейчас такое большое количество критики обрушилось на Урсула Фандерляйна за ее поездку в Израиль. Он, Эрик Мамер, считает, что Урсула Фандерляйн имеет право совершать поездки туда, куда она считает нужным. Тем более, в данной ситуации он убежден, что это был обоснованный воеж. Надо сказать, что Урсула Фандерляйн ездил туда вместе с председателем Европарламента Роберто Эмецолой, которая как раз-таки достаточно долго готовила этот визит, а вот то, что к ней присоединится Фандерляйн, стало известно в последний момент. Такие необъявленные и неожиданные поездки Урсула Фандерляйн в последнее время стали практически традицией. Например, несколько недель назад здесь негодование вызвало ее визит на итальянскую Лампедузу, где она в попытке привлечь поддержку итальянского правительства на свою сторону в преддверии общеевропейских выборов, например, заявила о заключении соглашения с Тунисом по миграционной проблематике и о выделении этой стране миллиарда евро. В последствии, надо сказать, соглашение было отозвано, в том числе из-за того, что очень сильно было раскритиковано с европейской стороны, поскольку, как утверждали здесь, Урсула Фандерляйн приняла это решение без необходимых консультаций. Аналогичную историю вспоминают и с попыткой назначения американского юриста на пост консультанта по экономическим вопросам, в частности, по вопросам конкуренции. Франция тогда достаточно громко выросла негодование по этому поводу, заявив, что и в Европе можно было найти специалистов, и уж тем более можно было с европейскими коллегами сначала проконсультироваться, прежде чем на один из руководящих экономических постов внутри Евросоюза назначать перештанку США. Этот вопрос сейчас вновь вышел на первый план, поскольку Урсула Фандерляйн в составе общеевропейской делегации на самом высшем уровне, там и председатель Евросовета Шарль Мишель и Жозеп Баррель, глава внешней дипломатии Евросоюза, находятся в Вашингтоне на первом за два года саммите США Евросоюза. Предполагалось ранее, что основной темой переговоров будут те экономические трения, которые в последнее время возникли между Вашингтоном и Брюсселем, но в последний момент, естественно, повестка была изменена очень серьезно в сторону международной темы и, конечно же, об отслении в секторе газа. Естественно, что такие публикации появляются сейчас в преддверии общеевропейских выборов. Урсула Фандерляйн на данный момент не объявила, чтобы она приняла решение о том, чтобы баллотироваться на второй строк в качестве президента Еврокомиссии. Но многие предполагают, что на этот шаг она пойдет. И сейчас ей нужна поддержка всех стран Евросоюза. При этом в некоторых столицах, опять же, отмечает политику, что хоть официально и не объявили о том, что они ее не поддержат, но, судя по всему, склоняются в эту сторону. И в качестве примера приводится такой тяжеловец, как Педро Санчес из Испании. Предполагается, что у Мадрида есть серьезные претензии к нынешнему руководителю Еврокомиссии. Естественно, что еще один достаточно яркий момент, который сейчас средства массовой информации вспоминают, это, конечно, то, как Урсула фон дер Лайн подписала соглашение об общеевропейских закупках вакцин от COVID-19. Мы знаем, что по этому поводу были и внутренние расследования, и расследования с привлечением омбудсменов, и от президента Еврокомиссии требовали представить доказательства этим переговорам. Но в итоге контракт, заключенный посредством ВАСА, сообщений и СМСах, так никогда и не стал достоянием общественности. А Урсула фон дер Лайн просто отказалась отвечать на вопросы следователей. Политика утверждает, что президент Еврокомиссии слишком уж сильно полагается на консультации своих очень близких советников, при этом практически никогда не встречаясь с представителями 27 стран Евросоюза. Что кардинально отличается от линии, которую проводил ее предшественник, Жан-Клод Юнкер, наоборот, очень тесно сотрудничал с представителями национальных правительств и проводил с ними встречи буквально по всем основным вопросам. Такая независимость, скажем так, Урсула фон дер Ляйен и попытки оттянуть все больше вопросов законодательного характера от национальных столиц к Брюсселю, утверждают СМИ, все больше и больше вызывает негодование здесь, в Брюсселе и в национальных столицах тоже, что, вне всякого сомнения, может привести к неожиданным поворотам в будущем году, когда Евросоюзу предстоит выбрать новое руководство, в том числе своего основного законодательного и исполнительного органов власти. Александр. Спасибо. На связи со студией была наш европейский корреспондент Регина Селастьянова. Продолжение следует...